В этом видео я покажу тебе одну из идей для оформления твоей презентации в PowerPoint. Мы с тобой вместе сделаем вот этот слайд. В первую очередь мы с тобой сделаем вот эту сложную волнистую фигуру, добавим фотографию, тезисы, настроим анимацию в этом уроке и дополнительно покажу, как я сделал вот этот элемент, та же самая волнистая фигура с фотографией, которая повторяет эту форму. На фотографии еще, обрати внимание, тень. Все это с тобой сделаем в этом уроке. Привет, меня зовут Миша, я учу делать тебя стильные презентации. Для начала, откуда вообще у меня эти два слайда? Я сделал шаблон для презентации в PowerPoint, показывал в прошлом уроке, он получил такой хороший отклик, вот я сейчас решил записать видео, рассказать, как я его сделал. Этот шаблон ты можешь найти полный, все 100 слайдов по ссылке в описании, там можешь посмотреть, как оформлены все 100 слайдов. Если есть желание, можешь какие-то элементы просто повторить, перерисовать уже у себя в презентации. Если желания делать нет, то можешь его просто у меня купить и уже спокойно отредактировать какие-то элементы и контентную часть и использовать в своей работе. В общем, его можно посмотреть по ссылке в описании. Ну а мы с тобой вот эти два слайда повторим, я сейчас полностью тебе про них все расскажу. Давай сразу же начнем. Для того, чтобы начать, я зайду на вкладку «Главное», просто создам пустой слайд, и здесь уже мы сейчас с тобой повторим волнистую вот эту фигуру. Я захожу на вкладку «Вставка», мне нужно выбрать «Фигуры», мне нужна фигура, вот эта кривая она называется, я ее просто выделяю, и мы с тобой будем ее рисовать. Добавляю первую точку за край слайда, вот здесь вот слева. Ну, мне так будет удобнее. Можешь рисовать именно на самом слайде. И мне уже нужно сейчас что-то подобное повторить. Просто вот так перетягивая, добавляя точки, мне нужно повторить какую-то волнистую вот такую фигуру. После того, как на слайде я ее прочертил, я ее проведу и замкну, чтобы у меня получилась уже готовая фигура. Сейчас, честно, это не очень похоже на то, что я показывал, но мы еще будем это несколько раз с тобой редактировать. Для того, чтобы вот эту фигуру редактировать, я нажимаю на ней правой кнопкой, и здесь выбираю кнопочку «Начать изменение узлов». У меня показывают все точки, которые мы ставили, и все узлы, которые можно редактировать. И сейчас уже, если видно то, что какой-то узел лишний, его можно вывести за край слайда. Но сейчас уже плюс-минус нужно настраивать. Нужно в первую очередь поставить точки там, где они нужны. Причем вот сейчас на вот этой рабочей области не очень хорошо можно ориентироваться. Я обычно пользуюсь вот этой миниатюрой слева. Обычно подглядываю туда. Там уже видно, как в целом будет эта фигура выглядеть в конечном итоге на слайде. Ну и вот таким образом просто точки сначала нужно переставить и поставить в те положения, так, чтобы уже слайд более-менее хорошо выглядел. И потом дополнительно можно настраивать вот этот угол. То есть можно выбрать какой-то один узел, и перетягивая вот эти вот ползунки, можно настраивать скругленность вот этой волны. Обычно они довольно острые, поэтому лучше их выбрать и каждый вот так чуть-чуть растянуть, для того, чтобы был больше радиус у вот этого скругления. Прям сейчас каждый я прям по чуть-чуть сделаю. В любом случае, скорее всего, мы еще вот эту волну будем донастраивать. С первого раза обычно этот инструмент не получается. Он довольно сложный. Поэтому, если у тебя с первого раза не получилось, ничего страшного. Пробуй второй, пробуй третий раз. В конечном итоге получится. Затем, мне вот, честно, очень бесят вот эти элементы, которые выходят за край слайда. Я что делаю? Я добавил еще одну фигуру, обычный прямоугольник. Поставил его, выровнял по верхней границе слайда. Выровняю сейчас по левой границе слайда. И выровняю по нижней границе слайда. Все, у меня сейчас две фигуры. Выделяю вот эту квакозябру, которую мы сначально сделали. Зажимаю клавишу shift, выбираю прямоугольник. Захожу на вкладку формат фигуры. Здесь есть инструмент объединения фигур. Выбираю пересечение. Все, у меня остается только нужный элемент. Единственное, что вот тут слева я немножечко неправильно выбрал. Но, я думаю, ничего страшного. Можно еще раз это повторить. То же самое. Вставка фигуры. Мне, честно, нравится пользоваться вот этим инструментом волнистыми такими фигурами. Потому что они на каждом слайде получаются уникальные, непохожие друг на друга. И здесь можно проявить всю свою креативность. Дальше мы с тобой... Давай настроим стиль сначала. Я нажимаю на эту фигуру правой кнопкой. Выбираю здесь параметр формат фигуры. Первая линия. Линию я отключу. Нет, линии заливки. Здесь по умолчанию выбрана сплошная заливка. Но нужно выбрать градиентная. О, у меня уже тут был подготовлен градиент. Давай я его сейчас собью. Для того, чтобы вместе с тобой настроить. Здесь есть градиент. Здесь два цвета. Если у тебя больше цветов, то можно здесь просто на минус или на плюс нажимать. И тогда цвет добавляется или убирается. Нам нужно два. Оптимально. Первый левый цвет я выбираю вот такой фиолетовый. Я, кстати, их заранее подготовил. Вот они у меня есть. Кстати, этой презентацией я тоже с тобой поделюсь. Вот которую мы сейчас делаем. Ты ее сможешь скачать по ссылке в описании. Там будет и шрифт, который я использовал. И в целом вот эти слайды. Можешь также попробовать их повторить, воссоздать. И теперь просто вот эти ползунки мы передвигаем влево-вправо. Тем самым настраивая градиент. Причем обрати внимание, что у меня тут тип выбран радиальный. Для того, чтобы было вот такое скругление. Лучше их не разносить по крайним позициям. Потому что он становится таким каким-то блеклым. А вот если чуть-чуть их приблизить к центру, то получается цвет этого градиента очень насыщенный. Думаю, так пока пойдет. Дальше захожу на вкладку «Вставка». Выбираю инструмент «Надпись». Вставляю надпись. Пишу заголовок слайда. Выделяю весь текст. Захожу на вкладку «Главное». Цвет выбираю белым. Шрифт выбираю «Нерис». Давай «Блэк» самый толстый. Размер ставлю 40. Самый оптимальный для заголовка в данном варианте исполнения. Выставлю заголовок плюс-минус вот сюда. Дальше я вот этот заголовок выделяю его. Нажимаю «Комманд-д». Тем самым дублирую его. Выравниваю по левой границе, чтобы они вместе были. И меняю просто здесь текст на «Шаблон презентации». Ну, ты, соответственно, меняешь на свой какой-то текст. Единственное, шрифт я поменяю. Поставлю «Нерис лайт». И размер поставлю 24. То есть это у меня будет такой здесь подзаголовок. Что-то ошибку допустил. «Презент...» Ну, конечно, тороплюсь. «Презентации». Дальше добавим фотографию. У меня здесь открыты фотографии. Я вот нашел просто фотографии. Добавляю. Причем очень интересно смотрится, когда здесь цвет такой синий-фиолетовый. И добавил желтую фотографию. Создается некий контраст. Ну, в общем, мне прикольно. Мне нравится. Сделаем фотографию круглой. Я выделяю фотографию. Здесь есть вкладочка «Формат рисунка». Нам нужно выбрать «Обрезать». Обрезать по фигуре. Круг. Она становится овалом, а не кругом. Я снова выбираю «Обрезать». Пропорции. Один на один. И фотография становится круглой. Теперь можно ее уже разместить в левую часть. Давай, для того, чтобы было удобнее выровнять, я на вкладке «Вид» включу направляющие. Направляющие, о, как попал. Выровнено уже по тексту. Сделаю фотографию немного поменьше. Выровняю по левой границе. И сейчас уже, в принципе, смело можно сделать чуть-чуть побольше. А вот так по нижней границе выровнять. Чуть-чуть еще подвину. Вот так, я думаю, пойдет. Вот сейчас, когда у нас левая часть слайда, она уже композиционно сложилась, мы можем снова вернуться к нашей вот этой фигуре и ее снова подредактировать. Нажать на нее правой кнопкой, начать изменение узлов. И в первую очередь, мне не нравится, как выглядит у меня вот этот левый угол. И мне бы хотелось его сделать поострее. То есть я могу что сделать? Могу сделать вот эту точку увести пониже, вот эту точку повыше. И вот хоба, вот так вот закруглить, чтобы он у меня именно уходил в слайд. Да, кстати, когда точка переставляется, то вот этот угол, он сбивается. И снова обрати внимание, когда вот здесь редактирую, здесь очень много точек, какие-то линии и очень сложно ориентироваться, как выглядит финальный слайд. Я вот пользуюсь вот этой миниатюрой. Здесь сразу видно, вот как выглядит финальный слайд и можно на нее обращать внимание. И дальше чуть-чуть я бы вот эту еще подправил, для того, чтобы вот здесь был промежуток после заголовок слайда. И снова ее еще чуть-чуть сделал более круглой. Эту штуку, эх, не ту точку увел. В общем, здесь можно очень долго копаться. Долго мы с тобой сейчас это делать не будем. Еще хотел обратить внимание, вот сейчас у меня такая штука произошла, то что угол, он не совсем такой, какой мне нужен. Нам нужно выбирать здесь гладкий угол. То есть, если нажать на вот эту кнопочку, на точку правой кнопкой, здесь есть разные варианты углов и узлов. Мне нужно выбирать именно гладкий узел. Именно так он будет ровно круглым. И уже можно вот так поднастраивать его. Давай, думаю, так пойдет. Для всего перфекционизма еще разочек мы это провернем. Добавлю прямоугольник. Выровняю по верхнему краю, выровняю по левому краю. Выровняю его в самый низ. Снова выделяю вот эту фигуру, выделяю прямоугольник на пересечении. Да, то, что мне нужно. Дальше мы с тобой выделяем свою же вот эту фигуру, которую мы только что нарисовали. Нажимаю на сочетание клавиш Command-D. Я ее дублирую. Я ее разворачиваю. Увожу в правый угол. Для того, чтобы они не были похожи друг на друга, я ее могу увеличить. И вот опять же ориентируясь по левой миниатюре маленькой, я вот так вот подстраиваю ее. Ну вот именно так, как мне нужно. Так как она будет хорошо на слайде смотреться. И снова вставка, фигуры, вставляю прямоугольник, выравниваю по правой границе слайда. Увеличу, чтобы было удобно. Выравниваю по нижней границе слайда, чтобы он полностью пересекался. Выделяю сначала кривую фигуру, затем выделяю прямоугольник и снова сюда пересечение. Все, вот эта часть у меня осталась. Дальше я захожу на вкладку вставка, выбираю фигуры, выбираю круг. Добавляю вот такой, оп, кружок небольшой. Это будем уже делать тезисы. Быстро переносим стиль, выбираю вот эту фигуру, зажимаю Shift-Command-C. Стиль скопировал, выделяю круг, Shift-Command-V, стиль применил. Дальше захожу на вкладку вставка, выбираю надпись, вставляю надпись. Иду куда-нибудь в интернет. У меня где-то здесь было заготовлено, где-где-где, вот здесь заготовлен шаблончик текста. Я его просто беру, копирую, возвращаюсь, вставляю текст, выделяю весь текст. Захожу на главное, шрифт, выбираю Neres, Thin. Размер поставлю 16-й. Слишком большой получился. Мне нужно, давай вот так вот попробуем. Мне нужно две строки всего. Для того, чтобы гармонично наши тезисы смотрелись. Давай вот так вот оставлю, удалю это слово ненужное. Дальше выделяю текст, выделяю вот этот, выделяю текст, выделяю круг, расположение, выравнивание посередине. И немножечко отступ увеличу, кружок уведу от текста подальше. Снова выделяю круг, выделяю текст, расположение, группирую их в один объект. Вот выставляю плюс-минус там уже, где у меня будут тезисы. Дальше я вот эту группу просто дублирую. Нажимаю Command-D, раз, два, три. Три раза у меня появляется суммарно четыре тезиса. Беру один из тезисов, увожу в самый низ, выделяю их все четыре. Захожу в расположение, выравнивание, выровнять по левому краю. Захожу расположение, выравнивание, распределить по горизонтали. Какой горизонтали? Не горизонтали, распределить по вертикали. Вот, все, они у меня все выровнялись. Выделяю теперь все объекты и уже снова немножечко выставляю по слайду так, как мне это нужно. Причем вижу то, что вот тут он заходит. Можно немножечко его убавить, не так сильно. Вот так, я думаю, так вполне будет достаточно. Чуть-чуть повыше еще хочу добавить. Смотрим опять же вот так вот в миниатюре. Выглядит удовлетворительно, я бы сказал. Ну, нормально, нормально. Давай теперь попробуем настроить анимацию. Первое, что мне нужно сделать, нужно анимацию добавить. Я нажимаю сочетание клавиш Command-A. У меня выделяются все объекты. Захожу на вкладку анимация. Почему я так сделал? Потому что я каждому элементу буду добавлять анимацию вылета. Мы сразу применяем анимацию вылета ко всем элементам. И теперь вот здесь вправо у меня открывается блок анимации. Будем теперь поподробнее уже все настраивать. Первое, вот это полилиния. Не знаю, почему он такое странное название дает. Это фигуры. И вот вторая полилиния. Я ее выведу вот сюда. Первая, давай. Вот это первая полилиния 11. Это большая фигура. Полилиния 14. Это вот эта маленькая. Выбираю, значит, первую, самую большую. Свойства. Это именно откуда направление появления будет. Мне нужно слева, сверху. Сверху, слева. Полилиния 14. Это маленькая фигура. Мне нужно справа, снизу. Все. Все, все, все. Нет, не все. Скорость, время выделения. Время появления. Выбираю полилиния 11. Продолжительность ставлю полторы секунды. Полилиния 14. Это маленькая фигура. Ставлю скорость, продолжительность полторы секунды. Дальше, заголовок слайда, появление свойства слева, дальше запуск не с предыдущим, а после предыдущего, то есть после того, как у нас появятся фигуры, у нас будет появляться заголовок, задержка не надо, продолжительность 0,5 секунд подойдет. Шаблон презентации, вот этот текст, свойства нужно выбрать слева, будет появляться слева с предыдущим, 0,5 секунд, все верно. Рисунок, вот эта фотография, свойства слева появляться будет с предыдущим, все верно. Дальше, вот эти группы, я выделяю вот так сразу все, свойства, они у меня будут точно так же появляться слева, запуск не с предыдущим, а все будут после предыдущего, то есть каждая будет, ну они по очереди будут у меня на слайде появляться, задержка не нужна, а вот продолжительность я бы здесь поставил маленькую, чтобы они быстро-быстро в динамике появлялись. Давай глянем. Ага, все, нашел свой еще один небольшой косяк, мы поскольку добавляли вот эти группы самые последние, они у нас на самом верхнем слое, поэтому мне нужно выделить все вот эти группы, нажимаю на них правой кнопкой и отправляю на задний план, на задний план. И вот сейчас должно быть уже готово, и сейчас посмотрим. Перед тем, как посмотреть результат, я бы хотел выразить огромное уважение к своим подписчикам. На сегодняшний день, сегодня я записываю 23 октября, у меня на канале уже 2465 невероятно крутых подписчиков, потому что эти люди подписываются на обучающий контент, они хотят учиться, хотят развиваться, делать презентации лучше. В общем, если ты еще не подписан на канал, вступай к нам в команду, мы будем делать классные презентации. Давай глянем, глянем, что у нас получилось, один раз кликаю, раз, два, немножечко мне не нравится, как появляются заголовок, они появляются как-то, а нет, ладно, нормально. Ну, в общем, с разной скоростью появляется фотография и текст, думаю, с этим можно что-то поделать и как-то более прикольно сделать. Но нравится то, что тезисы, обратив внимание, то, что мы их поставили на задний план, они появляются именно как будто из-за этой фигуры, то есть именно с заднего такого фона они появляются. И как же я еще сделал вот этот вот слайд, тоже давай быстренько расскажу, вообще абсолютно не сложно, просто зайду на вкладку «Главное», создам еще один пустой слайд. Мне понадобится вот эта фигура, которую мы с тобой уже сделали, я ее просто скопирую, ставлю на вот этот слайд, который у нас будет здесь, я ее вот так разворачиваю, могу ее крутить как угодно, но поставлю вот плюс-минус вот так. Увеличу ее для того, чтобы сейчас подготовить к обрезанию фотографии. Выставляю, опять же ориентируюсь на миниатюру слева, давай поставлю вот так, мне подходит. Захожу на вкладку «Вставка фигуры», вообще с фигурами нужно уметь работать, поэтому если не умеешь учись, вставляю вот сюда для начала, выделяю сначала, для начала давай вот этот прямоугольник я скопирую, чтобы 10 раз его потом не вставлять. Выделяю вот эту квакозябру, выделяю ровный прямоугольник, захожу на формат, вкладку «Формат фигуры», «Инструменты объединения фигуры», выбираю «Объединение», вставляю снова этот прямоугольник, теперь вытягиваю его на весь слайд, выбираю сначала квакозябру, прости, что я ее так называю, волнистую, в общем, фигуру, потом выбираю ровный прямоугольник, захожу на вкладку «Формат фигуры» и выбираю «Пересечение». Все, у меня осталось только то, что мне нужно. Дальше ухожу в папку, беру с папки, добавляю фотографию, выставляю фотографию плюс-минус так, как мне нужно. Мы ее с тобой сможем еще, если что, кадрировать, но давай вот так увеличу. Дальше я выбираю вот эту фигуру, которую мы только что сделали, копирую ее, вставляю, выставляю ее на тот же уровень, на ту же высоту, завожу ее на фотографию, вот так, выделяю фотографию, выделяю фигуру. Здесь порядок очень важен, то есть в этом обязательно. Сначала выделяется фотография, затем выделяется фигура, захожу на вкладку «Формат фигуры», инструмент вот этот вот снова «Объединение фигур», выбираю «Пересечение». Все, у меня эта фотография тоже стала такой волнистой, ну и затем дополнительно можно вот эту фигуру еще чуть-чуть пододвинуть к фотографии. Ну-ка глянем, как получилось, нормально ли, все хорошо, да, хорошо все получилось. И дальше я могу нажать на фотографию еще правой кнопкой, выбрать там пункт «Обрезать» и тут немножечко подкадрировать, мне в данном случае хочется опустить ее немного пониже. Добавим еще тень, нажимаю на фотографию правой кнопкой, нажимаю здесь «Формат рисунка», здесь выбираю вот здесь «Эффекты», у меня уже открыта здесь тень, и выбираю здесь «Заготовки», просто в левую сторону, увеличу здесь параметр «Размытие», увеличу немножечко параметр «Прозрачности», прямо вот чуть-чуть, да и в целом-то и все. Мы можем что еще сделать? Давай тоже поэкспериментируем. Выделяю отсюда всю контентную часть, скопирую, вставлю на этот слайд, зайду на вкладку «Формат фигуры», «Расположение», «Выровнять» по левому краю, зайду на «Главное», сделаю цвет серым, ну, чуть ближе к черному, и просто вот эти тезисы я опущу пониже, и в целом-то все, вот у нас второй слайд тоже готов, тоже еще и с анимацией скопировалось. В общем, если хочешь посмотреть все слайды из этого шаблона, то можешь просто перейти на вот этот мой сайт, где у меня здесь расположены шаблоны, тут же можно и шаблоны купить, например, вот этот вот «Градиент шаблон», это тот, который мы сейчас с тобой делали здесь, можешь детально уже посмотреть все слайды из этого шаблона, я обязательно поделюсь с тобой вот этими слайдами, которые мы сейчас делали, я их сохраню в формате PPTX, вставлю в описании под видео, ты сможешь их скачать, включая даже вот этот вот шрифт, причем, ну, шрифт он сам по себе свободный. Если тебе понравился урок, то поставь лайк этому видео, напиши какой-нибудь комментарий, я абсолютно все комментарии читаю, практически на все отвечаю, подписывайся на канал для того, чтобы следить за следующими уроками и вообще за миром PowerPoint и презентациями, спасибо то, что досмотрел до конца, пока! Субтитры сделал DimaTorzok